Мы будем говорить про концепцию интернета, вообще глобально, как идеи, как она зародилась, как она развивалась и куда она пойдет в ближайшем будущем. Мы посмотрим разные точки зрения на историю, откуда вообще растут уши интернета. Посмотрим, во что он превратился сегодня, потому что сегодня, на самом деле, очень много простых пользователей сильно не задумывается о интернете как какой-то технологии или какой-то сущности. Это что-то, что уже прочно вошло в нашу жизнь. Очень часто интернет сравнивают с ЖКХ, с Utilities или по-другому, когда говорят. И, в общем, это нечто, что существует на фоне нашей жизни, очень занятой. У нас есть какие-то другие вещи, которые занимают наше внимание. Ну и, конечно, мы не можем обойти вниманием то, о чем пишут там последние полмесяца. Это презентация метавселенной от Цукерберга. Поговорим о том, можно ли это рассматривать как некий новый виток концепции интернета или нет. Но начнем с представления наших гостей. У нас сегодня поистине мультистейкхолдерный состав, потому что у нас есть и академия, и техническое сообщество, и гражданское общество. Начну с технического сообщества. У нас сегодня с вами Алексей Платонов, директор Центра взаимодействия компьютерных сетей МСКХ, Московской точки обмена трафиком, и такой пионер развития интернета в России еще на заре. Добрый вечер, Алексей. Теперь академия. Михаил Якушев, заместитель директора института право-цифровой среды Высшей школы экономики. Михаил с нами пока без видео, надеюсь, увидим попозже. И его коллега по университету, тоже из Вышки, Александр Суслов, преподаватель школы дизайна и исследователь лаборатории деминификации Сбера, Александр, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. И осталось у нас гражданское общество в лице Алексея Сидоренко, руководителя цепи социальных технологий. Алексей, рады видеть вас второй раз на наших посиделках, как вот пишут в чате. Ну и, конечно же, мы начнем с истории, немножко вернемся, отмотаем пленку назад, лет так на пятьдесят. И я тогда предоставлю слово Михаилу Якушеву, сказать пару вводных по нашей дискуссии, а потом Алексею. Добрый день, уважаемые коллеги. Я по образованию являюсь юристом, и поэтому, конечно, немного странно говорить про интернет как техническую систему, и чтобы об этом начинал говорить юрист, но, тем не менее, мне кажется, это очень важно и очень интересно, вот по какой причине. Вот тот интернет, который был много лет назад, про который начнет рассказывать Алексей Павлович, он развился в нечто совершенно невообразимо большое по сравнению с первоначальным замыслом. Он стал многослойным, он стал многомерным, в нем появилось, ну, на десятке порядков больше участников общения, чем это было, скажем, в начале, в середине шестидесятых годов. И, соответственно, появились реальные потребности в регулировании того, что тут происходит, как что-то направить в правильном направлении. И мы такие попытки видим, и мы видим, что очень часто эти попытки становятся неудачными. То есть принимаются какие-то нормы, предлагаются какие-то нормы на международном уровне. В результате интернет продолжает развиваться независимо от того, где какое законодательство. И не потому, что есть какие-то злые люди, которые умышленно нарушают законодательство или умышленно его пытаются не исполнить. Дело в другом. Дело в том, что при появлении интернета в его суть, в его протоколы закладывались такие возможности, которые позволяют ему развиваться независимо от того, где какое законодательство, независимо от того, где какая идеология. И это очень важно понимать. И мы, конечно, очень заинтересованы, чтобы те законы, те нормы, которые принимаются в отношении интернета, они работали. Мы заинтересованы в том, чтобы инициатива Российской Федерации на международном уровне, они хотя бы рассматривались и принимались. Но для этого, соответственно, и суть этих предложений, и суть этих инициатив должна быть адекватной той технологической основе, на которой интернет появился и развился. И в этой связи очень интересно посмотреть на то, какие последние тенденции есть в том, что мы называем интернетом, что такое метавселенная, как с точки зрения технологии, так и с точки зрения, кстати говоря, права. Это что, новый этап? Или это то, что в себя поглотит весь тот интернет, к которому мы привыкли? Или это все-таки всего лишь одно из приложений, новых приложений, которые основаны ровно на тех же технологиях, а, соответственно, в общем-то и на том же регулировании, которое мы имели до сих пор? И вот для того, чтобы во всем этом разобраться, нужно, безусловно, посмотреть на то, как интернет зародился, какими принципами были отрегулированы все первоначальные, ну, скажем так, основы, по которым он развивался еще в 60-70-е годы, подошел к 93-му году изобретению гипертекста, и после этого он уже стал доступным каждому, и понимать, что при этом в интернете было возможно, что при этом было бы невозможно, для чего он был предназначен. И вот здесь как бы спойлер, интернет это точно не для обеспечения свободы слова, и точно не для того, чтобы датимфицировать его пользователю по входу в паспорт и так дальше. Другие были совершенно задачи, другие интересы, И вот я с удовольствием хотел бы попросить Алексея Павловича, я считаю, нашего крупнейшего специалиста и реального отца российского интернета, рассказать свое видение об историях и перспективах интернета, и, если возможно, что вот вы могли бы сказать по поводу его многомерности или многослойности, ощущается ли это в повседневной работе, и имеет ли смысл, с вашей точки зрения, это учитывать именно в вопросах регулирования. Большое спасибо, я переподключусь уже с компьютера через некоторое время. Спасибо. Михаил, спасибо, будем ждать вас назад. Тогда передаю слово Алексею. Михаил так обрисовал мои перспективы выступления, что здесь, наверное, лекции на три часа можно ожидать. Я, в общем-то, этого не планировал, честно говоря. Мы постараемся коротко. Да, нет, ну, дело даже не в этом, просто я не историк интернета, и углубленным изучением того, как он возник, я не занимался. Я просто занимался некой организационной, даже а не технической деятельностью в те времена и дальше. Но у нас тут есть еще Андрей Георгиевич, который большой энциклопедист, и я думаю, что он какие-то моменты обрисует важные, которые действительно надо изложить, именно касательно интернета исходного. Потому что тот интернет, вот меня сейчас Михаил назвал отцом, и это вообще совершенно мне не нравится, потому что отцов там что-то много, и тогда приходится думать, а кто ж мать тогда была интернета. Вот, особенно, значит, трудно говорить об отцах у нас, потому что на самом деле интернет возник не у нас, а мы его просто внедряли. Вот, поэтому здесь я, скорее, не отец, а один из первых внедренцев, который, значит, вот как-то там его развивал. Вот. Значит, ну, прежде чем вот что-то поговорить про историю, я хотел, ну, некую нить протянуть к предыдущему вашему заседанию. Вот. Я, ну, потом сейчас поймете, почему я хочу это сделать. Вот. Там просто были сделаны такие два заявления. Ну, одно почти правильное, другое, конечно, неправильное. Одно это то, что государство ничего не может. Ну, почти правильно, но не точно. Вот. Второе, то, что государство должно как-то там прогнуться под умных людей из АйДжеев. Ну, вот это вот я даже комментировать не буду. На самом деле, ежели, как говорится, покопаться в наших знаниях, там, касательно марксизма, ленинизма, да, ну, я на молодежь-то не рассчитываю, потому что их просто этому не учили. А вот, пользуясь вашей терминологией, вот старые пердуны, они могут там поднять слои образования советского и как бы обнаружить, что государство – это вообще средство подавления, которое действует в интересах правящего класса. Соответственно, государство не только ничего не может, оно ничего и не должно. Значит, государство, значит, может подавить, а может не подавить. А ежели оно кому-то что-то помогло там случайно, деньгами там или еще как, так это просто случайность некоторая. Вот. На самом деле, я почему про это завел разговор, потому что, на самом деле, и вот это как раз Андрей Георгиевич, я надеюсь, прокомментирует, это связано с тем, что интернет возник как технологическая сущность в агентстве, значит, ДАРПа. Это агентство в системе, значит, Министерства обороны США, и вот там как раз это все и произошло. То есть, вот там и были эти самые отцы, которые, значит, вот это сделали, создали интернет. Я вот в структуре этой не разбирался, значит, но тем не менее, там, я даже не буду об этом говорить, там просто есть два ключевых момента. Один ключевой момент, что все это находилось под крышей Министерства обороны, а второе, то, что бюджет этой самой ДАРПы, он составлял там 0,5%, если я правильно запомнил, значит, бюджета Министерства обороны. То есть, по сути дела, это, значит, некий кусочек финансирования, ну, в рамках которого резвились яйцеголовые. Ну, и что они там напридумают, это уже, в общем, кабинет генералов не сильно луновало. Ну, вот кинули им там что-то. И вот это и есть, кстати, вот та схема, при которой в рамках государства, в рамках системы государства что-то может получиться. То есть, когда государство плюет там на какую-то вот такую часть этой деятельности и позволяет людям проявлять инициативу и что-то делать. А то, что Минобороны тоже очень правильно, потому что вот всякие академические структуры, они очень жесткие и, ну, как бы они в каких-то рамках все очень существуют. Там, ну, скажем, если взять науку, то там надо публикации какие-то делать, там рейтинги там повышать и так далее. А вот и, опять же, следующий шаг. Я хочу сказать, что примерно аналогичная схема, вот именно не, даже не схема, а идея, она была реализована в Курчатском институте в свое время, еще в советские времена. Это когда, значит, был такой средьмаш, это Министерство среднего машиностроения, которое занималось, его создал наш Кровавый Берия, в общем-то, это министерство, и оно занималось как раз разработкой всяких таких вещей, типа атомной бомбы, ну, и, в общем, реакторы там разные, боевые, небоевые и так далее. А, собственно, инструментом это был Курчатский институт, которым, ну, это была, так сказать, научная часть этой деятельности. Вот, а там, понятное дело, внутри этого института, параллельно Академии наук, образовалась еще вот некая часть, которая занималась наукой. И я там в этой части состоял, я там в 80-е годы, я работал там в теоретической лаборатории, в лаборатории теоретической физики. И понятно, что моя деятельность, ну, никакого отношения к обороне она не имела. Люди там писали статьи всякие, публиковались в хороших журналах. Там была экспериментальная часть тоже в Курчатском институте. Ну, тем не менее, базовая вещь она вот есть, это разработка всяких систем, связанных с вооружением, там, с ВПК, а при этом вот какая-то такая структура работает, и она выдает правильные интересные результаты. Вот. Это вот как раз, вот я просто для иллюстрации, как, почему это возникло. Ну, вот как бы в правильном месте это возникло. И, кстати, в Курчатском институте, как вы знаете, возник Риолком и Демос. Это же, в общем-то, пионерские организации, которые у нас занимались развитием интернета. И не случайно возникли. А почему? Потому что вот некий товарищ Солдатов, ну и там не только он, вот, он как бы вот этим вопросом заинтересовался и стал этим заниматься, будучи начальником вычислительного центра. И, понятное дело, что это нельзя было заниматься этим, потому что это вообще-то вопрос связи, а, значит, связь-то это в ведении вообще-то минсвязи. Но, тем не менее, поскольку тут как раз перестройка пошла, во-первых, а, во-вторых, там был Велихов Евгений Павлович, президент, который прикрывал эту всю деятельность, считая, что она важная и нужная. Ну, вот так оно и получилось. Это опять вот, понимаете, да, это та же схема. То есть есть люди, которые, ну, к государству не имеют никакого отношения, они просто, ну, как сказать, работают на него, получают от него какие-то деньги, да, и на эти деньги, вот, помимо основной части работы, возникают какие-то правильные, интересные результаты. Вот, и опять же, что еще интересно вот в отношении истории, значит, развития интернета исходного там, забугорного, скажем так, да, и нашего, такого суверенного. Значит, интернет в Соединенных Штатах Америки, ну, и в Европе, он, как известно, развивался по линии науки и образования. То есть все вот эти сети, ну, и начальная сеть, и потом последующие вот развития, включая NSFNet, это сети, ориентированные на науку. Как уж там военная сеть развивалась, это я не знаю, и даже особо не интересовался. Наверное, это даже и не докопаться до этих результатов. А вот научная сеть, мы видели, как она развивается. И как раз вот государство давало на это деньги, там, в том или ином виде, через фонд вот научный этот NSFNet, NSF. Соответственно, и сеть National Science Foundation, и сеть по названию этого фонда, вот эта вот опорная сеть, она называлась NSFNet. Вот, в отличие от Соединенных Штатов, у нас государство как-то на это, на все наплевало. Ну, не было времени этим заниматься, потому что, во-первых, считалось, что это, ну, некое развлечение там всяких яйцеголовых, опять же, вот вернусь к этому термину. Вот, а во-вторых, ну, просто не до того было. Там приватизация, там интересные всякие дела, скважины там нефтяные, там, ну, понятно. То, что связано с большими деньгами. Поэтому у нас фактически сразу интернет стал коммерческим, массовый интернет, вот такой публичный, к которому мог дотянуться каждый человек там с помощью своего модема, который ставился там на телефон. Вот. А почему? Да, очень просто. Потому что, например, выход в интернет, соединение, точнее, с большим интернетом, осуществлялось первоначально по телефону, который, насколько я помню, просто выделил Велихов. Ну, из своего там пола какого-то. Ну, это же международное соединение. Нужны деньги. Вот на это уж точно в бюджете нет денег. И поэтому, значит, пришлось перейти к платной схеме, когда собирались деньги с пользователей. И эти деньги, прежде всего, выплачивались за вот это вот подключение, за номер. Вот. Ну, и так далее. Вообще, развитие, значит, всей этой истории, оно как раз таким образом и пошло. Поскольку надо было как-то это оплачивать, ну, и возник вот такой вот интернет, я бы сказал, не то же коммерческий, а скорее самоокупаемый. Вот. И только потом, вот через несколько лет, значит, государство все-таки подтянулось к этому делу, удалось получить от государства денег, и уже там началось так активное развитие научных сетей. Вот. Ну, я не хочу сказать, что РИЛКОМ и ДЕМОС – это вот прям были такие первые. Там еще существовали, понятное дело, проекты, связанные с партнерством с международными организациями. Ну, например, ИКИ, Институт космических исследований. Это партнерство с НАСА и прямой канал с НАСА. Или НИИАФ МГУ – физика высоких энергий. И, соответственно, это партнерство с научным центром ДЕЗИ немецким и тоже прямой канал спутниковый в ДЕЗИ. Но это не массовый интернет, вы сами понимаете. Это интернет, который для конкретной организации возникает, значит, за счет как раз совместных программ. И поэтому, значит, он дальше как-то вот не то чтобы сильно развивается, он просто обеспечивает, значит, какие-то программы такие научные. А вот именно широкий интернет, ну, да, это вот РИЛКОМ ДЕМОС, он поэтому наиболее известен. Ну, и там и другие были сети, я уж не буду. Моя задача состоит не в том, чтобы там все это расписать, а просто как-то обозначить, какие важные моменты были в развитии. Вот. Ну, значит, по поводу всяких вот дел, связанных с взаимодействием государства и всего этого движения такого интернетского, да, ну, что бы я еще отметил, просто в качестве примеров таких характерных. Вот я был директором РосНейроса, это организация дочерняя Курчатского института и, значит, как это называется, это не министерство, это РСФСР, ну, фактически, это министерство науки и высшей школы. Вот. Значит, и, соответственно, РосНейрос был образован для того, чтобы именно развивать научно-образовательные сети. Но поскольку были еще какие-то попутные задачи, которые, в общем-то, были связаны с вещами некоммерческими и вообще в некотором смысле даже государственными, но государство-то, оно, как я уже сказал выше, ему-то, в общем, до фонаря было это все на тот момент. И поэтому в нашем ведении оказался домен.ру, вот, и московский интернет-эксченец тоже возник. Это два таких, я считаю, очень хороших проекта, которые сейчас существуют, просто они в другом виде существуют, не на базе уже РосНейроса, а на базе КЦ, ТЦИ и других славных там организаций-регистраторов. Это я касательно домена.ру, а МСКХ, ну, вот, она, в общем-то, существует, эта организация, только она сейчас контролируется Ростелеком. То есть, в принципе, проекты в дальнейшем стали коммерческими, но на тот момент государство на них не обращало внимания, и на эти вот, скажем так, какие-то секторы интернета, да, важные, но совершенно такие, в общем, некоммерческие, бесприбыльные. И поэтому, вот, собственно говоря, и они попали в организацию, я бы сказал, в инициативном порядке. То есть, мы просто как бы их взяли под себя, потому что кто-то должен был этим заниматься. Вот. Ну, значит, давайте я все-таки про историю не буду больше пока говорить, потому что это можно бесконечно все. Там развитие научных сетей, там, и так далее, это можно очень долго, и я не думаю, что это всем очень интересно. Вот. Я еще просто хотел еще сказать, что, значит, интернет, ну, это, как сказать, это даже не сеть уже, это, как бы сказать, сетевая система такая, да, потому что там очень существенная часть занимает информация, которая вот в этой сети крутится. А вообще любая сеть, она, как мы знаем, состоит из таких уровней сетевых. Это, значит, уровень физический, там, сетевой, там, и т.д., и верхняя часть – это, вот, собственно, уровень приложений, где вся интересная жизнь-то и разворачивается. Вот. На самом деле, когда мы обсуждаем интернет, то здесь вообще-то надо на всякий случай говорить, а что, собственно, мы обсуждаем. Мы обсуждаем уровни технологические, или мы обсуждаем уровень, который связан уже с различными системами, которые строятся поверх интернета. Вот. Потому что, на самом деле, отцы-основатели, они, в общем-то, разрабатывали технологию. И эта технология в виде стэка протоколов, TCP, IP, она по существу как была, так и есть. Вот. Там изменения, конечно, происходили, и сейчас до сих пор происходят, но они не меняют сущность пока. Вот сейчас, допустим, китайцы там пытаются какую-то другую систему продвигать, но вот то, что сейчас реально работает, это вот как раз вот и есть этот стэк протоколов, который остается в ключевых своих моментах, он остается неизменным. Вот. Поэтому эволюция интернета, она как раз связана с этим, с протоколом верхнего уровня, не с протоколами, даже с системами информационными, которые строятся поверх этой технологической сети. И, в общем-то, вопрос-то вот как раз, и, по-моему, в анонсе, значит, клуба было сказано, а вот как там соотносится интернет тот, который сейчас, с теми ожиданиями, которые были у разработчиков интернета. Ну, я хочу сказать, что разработчики-то, они думали об инструменте. Я всегда так тоже относился к интернету, как к инструменту, который позволяет мне решать какие-то задачи. Ну, вот, к примеру, я там был, теоретиком еще до того, как я перешел в интернет. И если, значит, мне приходилось раньше посылать там статьи бумажные два месяца туда, два месяца обратно, за границей, я имею в виду, с авторами, когда мы обменивались, значит, этими статьями, то, значит, электронная почта позволила, значит, мне это делать в течение дня там несколько раз. То есть я это рассматривал как инструмент. И, ну, сейчас-то интернет, конечно же, другой. То есть это уже среда некая, да? Это некая среда, которая оказывает уже обратное влияние на людей, которые туда погружаются. Вот. Поэтому здесь, конечно, я думаю, что обсуждать-то именно надо вот эту вот надстройку большую. И вот всякие там вселенные эти виртуальные, это уже надстройка. Вот. А что касательно технологической части, ну, вот за те годы, как она развивалась, ну, трудно сказать там, вот просто изначально было понятно, что можно наращивать пропускную способность, там, надежность и так далее. Ну, мне кажется, что если говорить о каких-то революционных вещах, которые, возможно, разработчики начальные не очень могли себе сфантазировать, хотя, ну, не факт, это, наверное, беспроводной интернет, который позволил, ну, быть просто на связи везде, правда? Если раньше нужно было припасть к компьютеру, и тогда вот попадали в интернет там и что-то делали, то сейчас можно там перемещаться, там, ну, то есть это некая вот такая революционная вещь. Вот. А так, я еще раз повторю, технологический интернет изменился не сильно. Ну, собственно говоря, не знаю, может, мне надо закончить на этом? Да, мы сейчас закончим этот исторический вопрос. Спасибо. Да, просто здесь, извините, я, может, как-то немножко сумбурно говорил, но мне хотелось отметить какие-то вот ключевые моменты в развитии интернета, потому что вот так последовательно излагать просто как что было, но это, я думаю, нужно просто взять книжки и посмотреть. Вот, может быть, меня сейчас Андрей Георгиевич чем-то дополнит, который, так сказать, гораздо глубже копает в этих вещах и исходные документы там смотрит и так далее. Я просто говорил о своем опыте, скажем так. И это тоже очень ценно. Спасибо. Спасибо. Ну, если так резюмировать, да, и это у нас тоже было написано в анонсе, то у нас есть как бы в целом две таких, два таких мейнстримных взгляда, да, на вот концепцию интернета. И она, в общем-то, инструментальная, да, как и вы говорите. Первая – это часть военная, да, что это технология устойчивой связи в первую очередь. Второй кусок – это вот некий научный инструмент, да, для обмена информацией, для какого-то там общей, общей базы, да, со свободой. Я хочу уточнить, извините, я просто хочу уточнить. Дело в том, что, на мой взгляд, вот эта военность, она в момент разработки, ну, я так себе представляю просто, как вот я знаю, как делается обычно, это просто вот люди хотят получить какие-то деньги на что-то там полезное, хорошее, они поднимают лозунг. Вот мы строим военную сеть. Эту лозунг они подняли, им сказали, ну, давайте, делайте, ребята. И, значит, вот они как бы это делали. И еще вот буквально две минуты, просто когда вот одну хорошо, одну и все. И это как пример вот такое прикрытие каких-то программ. Когда мы вот в Курчатский институт, молодые специалисты приходили, там нам вот постоянно нашему поколению, предыдущему, рассказывали одну байку о том, как, значит, какая-то программа в НАСА получила финансирование, они придумали такую штуку для чиновников. Они сказали, что мы сделаем такую систему, с помощью которой мы черную дыру подтащим на орбиту Земли, она тут будет вокруг Земли вращаться, а мы туда будем мусор кидать. Вот и мусор будет исчезать просто никуда. Вот это пример того, как надо правильно обосновывать хорошие программы, чтобы на них дали деньги. Все, на это я закончил. Все, спасибо. Тогда сейчас я попытаюсь перекинуть мостик дальше. Вот самое ключевое, что вы говорили, это вот то, что интернет воспринимался как инструмент. Неважно там для каких целей, для военных, для научных. И вот сегодня мы живем в таком виде, что это уже скорее как среда воспринимается. И вот здесь у меня уже вопрос такой свободный ко всем гостям, и к второму Алексею, и к Александру, и к Михаилу. Вот насколько сегодняшний интернет, вот именно концепция идеи отличается от того, что мы сейчас послушали от Алексея Платонова. И в чем вообще суть идеи сегодняшней? Как этот интернет воспринимается вами? Давайте, я не знаю, начну, наверное, с еще одного Алексея, Алексея Сидоренко. Если честно, я сделал презентацию такую полноценную. Я могу ее показать, потому что я в какой-то степени делаю шаг назад по поводу здесь каких-то моментов, особенно по поводу этой военной истории интернета. И если позвольте, я тогда покажу экран, если у меня есть такая возможность. Должна быть. Одну секунду. Видно? Видно, все прекрасно видно. Так, отлично. Так, если кто меня не знает, меня зовут Алексей Сидоренко. Я сооснователь и руководитель дипломатических технологий, я киберидат географических наук. И, среди прочего, имею одну премию РУНЕТ. Наша миссия – это сделать некоммерческий сектор России сильно независимым в том, еще просвещение в области IT-технологий. И сегодня я попытался ответить на вопрос частично, как задумывался. На мой взгляд, это достаточно такая сложная вещь, по большому счету невозможная, как задумывался. И здесь, на мой взгляд, очень важно использовать термины, которые используются в современной науке при анализе технологий. И один из ключевых – это affordance. Термин из психологии восприятия, проектирование человека компьютерного взаимодействия, который означает, что объекты или среды есть свойства, которые позволяют производить какие-либо действия. И мне кажется, здесь интернет как раз производит, как технология, предоставляет огромное количество affordance, и будет предоставлять их и впредь. И здесь действительно в начале, можно сказать, еще до всей системы, до Ликлайдера, до Виндсерфа и Боба Кана, можно, наверное, говорить о в целом послевоенном видении технологий, которая лучше всего проиллюстрирована видением Веневара Буша. Как вы могли бы подумать, там предсказывается в том числе MIMEX, но там предсказывается и как раз то, о чем мы сегодня будем говорить, в том числе вот такое видение, что во внешнем мире все формы разума, звук, зрение были сведены к форме переменных токов в электрической цепи. Ну, опять же, это язык 1945 года, но это определенное видение. И Ван Ивар Буш в то время предсказал достаточно много вещей, которые как раз как задумывались, так и реализуются. И можно увидеть, что во многом вот это вот видение, потому что при анализе технологий всегда литературное видение, либо вот в таком вот виде манифеста того, каким будет прекрасный послевоенный мир, или просто в виде научного фантастического видения, и это тоже, кстати, как раз важный элемент сегодняшней дискуссии про метавселенную, играет очень важную роль, потому что потом все вот эти вот, как их неприятно называют, там, яйцеголовые, ну, на самом деле, ученые, которые посвящают своей жизни, в общем, этой грустной, унылой теме, инженеры, собственно, реализуют то литературное видение, которое они прочитали когда-то в детстве. Вот, и, конечно же, здесь даже перед ARPANET, мне кажется, очень часто забывают про SAGE, про semi-automatic ground environment, это, собственно, откуда появился ARPANET, и про SAGE очень мало информации. Как мы знаем, это сеть радиолокационных станций, которая родилась как раз для раннего обнаружения баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков, чтобы соединить друг с другом различные радиолокационные станции. И, собственно, здесь как раз мы видим и эти станции, и зоны их ответственности. Собственно, на чем, почему, когда Винцерф рассказывает о своей истории в ARPANET, он говорит, что вот, Боб Кан пригласил меня, мы там начали что-то сделать, и он говорит, что как бы сеть там уже была. И здесь, соответственно, вопрос в том, что при этом Википедия, других источников у меня нет, говорит о том, что на SAGE было потрачено денег больше, чем на Манхэттенский проект. Что в целом говорит, что одна из целей при этом не интернет. Мне кажется, здесь вообще очень вреден весь дискурс про то, что вот интернет – это такая пятая колонна, которая, собственно, ЦРУ построена. Почему ЦРУ вообще в этом дискурсе? Ну, скорее всего, из-за неграмотности некоторых должностных лиц, которые это высказывают. Но, да, Министерство обороны делает это сначала для координации радиолокационных станций, потом использует уже после вот этих двух улыбчивых парней, про которых мы уже все с вами слышали, использует для координации таймшеринга, для координации крупных компьютеров, суперкомпьютеров, которые делятся своими мощностями. И, конечно же, здесь, как мы можем видеть, уже есть как минимум две функции, которые закладываются. Как мы говорили, как другие спикеры говорили, здесь каждый раз на одну и ту же сеть, точнее, на один и тот же аффорданс, то есть связанность, накладываются различные идеи, как мы могли бы это использовать. Еще через поколение, через 20 лет, чуть меньше, Тим Берзнерс Ли создает сеть копирования, точнее, копирования, а перелинковки файлов друг для друга, потому что он борется с проблемой, соответственно, того, чтобы ученые в ЦЕРНе каким-то образом могли понять друг друга, найти друг друга документацию, и тоже решает достаточно банальную прикладную задачу. В то время как ICANN еще буквально через пару лет решает уже совсем другую задачу. То есть мы можем говорить, что интернет действительно явление сложное, которое каждый использует по своему собственному усмотрению. И здесь, мне кажется, вот я, наверное, подытожу здесь различные точки зрения, но, наверное, в контексте метавселенной мы говорим о том, что вот у нас из семи, ну, почти восьми миллиардов человек у нас разница между подключенными к интернету и подключенными к социальным сетям действительно критически мала. Я еще помню время, когда это не было так, но мы практически говорим о том, что у нас относительно небольшое количество социальных сетей, выстраивающие свои собственные империи, обладающие пока еще устойчивой бизнес-моделью, устраивают себе целый, ну, можно сказать, дополнительный, не в инженерном смысле, конечно же, но дополнительный слой использования. При этом делают это все по-разному, из разных региональных центров и с различными возможностями. Ну, вот хотел бы здесь еще раз обратить внимание, да, на 56% пользователей социальных сетей, всех, в принципе, жителей планеты. Вот, и здесь я вот обещал, конечно же, организаторам сказать, напомнить про такой, еще один важный параметр, который ввел в 2006 году Джонатан Зитрейн, это генеративность, способность технологической платформы или технологической экосистемы создавать, генерировать или производить новый результат, структуру или поведение без участия создателей системы. И вот то, что мы видели, то, что интернет, как такой мега-аффорданс, как технология, которая предлагала всем по возможности использовать, как они захотят, фактически обладала огромной генеративностью. Как бы вы могли делать все, что угодно. И в целом, как и Зитрейн, так и Тимву говорят, что любая технология коммуникации проходит цикл от полной открытости, от максимальной генеративности к так называемой коммодитизации, когда у вас, собственно, интернет превращается в микроволновку, или какой у него был в духовку, в холодильник. То есть во что-то, что выполняет какие-то ограниченные функции. И здесь, собственно, на мой взгляд, к вопросу, куда мы движемся, есть действительно некоторое определенное опасение. И у нас, по крайней мере, то, что я наблюдаю, есть точно определенные столкновения различных трендов. С одной стороны, у нас есть центробежные силы, центробежные в смысле того, которые пытаются разломать некое глобальное видение интернета. И в этом, конечно же, стоит отметить роли, в том числе российского государства. И здесь хотелось бы сказать, что видение вообще развития интернета с точки зрения вот таких вот явлений, как государство, но оно одно из многих. Нам, например, как гражданам, и это мой тезис, наверное, даже не стоит смотреть на точку зрения государств, потому что мы от нее не выигрываем никак. Пока россияне, например, следуют точке зрения, что нужно отождествлять себя с государством, пока только проигрывают. И, соответственно, я бы предлагал думать в том числе о гражданах и о людях, и о своих правах, прежде всего. Но вот и, собственно, я с этих позиций и выступаю. Возвращаясь к слову генеративно, здесь как раз есть, с одной стороны, центробежные тенденции, когда национальные государства разламывают интернет, с другой стороны, центростремительные, когда, как оказывается, рост, например, различных анонимизаторов, VPN-ов и всего подобного, что позволяет обходить цензуру интернета, наоборот, усиливается. Мы это видим прямо сейчас. Я наверняка уверен, что у многих в этой комнате есть какой-то свой VPN, который вы включаете, когда, например, вы не можете получить доступ к каким-то сайтам. И здесь, на мой взгляд, в этом смысле есть еще надежда на остатки генеративности. Но здесь мы приходим к теме метавселенной. Тема метавселенной – это тоже такое явление относительно недавнее, которое началось прежде всего с литературного видения. И вот здесь, если вы не читали Нейроманта, то очень советую. Если вы не читали Лавину, то тоже очень советую. Как вы видите, у них всех примерно одинаковый набор. При этом их того, что они видят, они заменяют свои глаза и подключают себя напрямую к системе обмена связью. И здесь при этом и фактически то, что делает Цукерберг, это фактически реализует какие-то свои детские фантазии, на которых он вырос, когда учился. И здесь, на мой взгляд, когда говорят, мне кажется, важный тезис, что не стоит недооценивать Цукерберга. Просто потому, что из-за того масштаба, который он уже достиг. И здесь он действительно говорит в своем огромном интервью журнала The Verge, что мы можем думать о метавселенной как о преемнике мобильного интернета. Это достаточно серьезная заявка. И, мало того, он дальше произносит такую вещь, как о воплощенном интернете. Имбавит интернет. Когда вы не просто находитесь в нем, но когда вы находитесь в контенте, а не просто его просматриваете. И он здесь делает акцент на чувств. Я Андрею сказал, что когда мне предложили поговорить по поводу метавселенной, я говорю, что Цукерберг, пытаясь уйти от дичайшего скандала с Facebook Papers, который тоже вы, наверное, слышали, он пошел во все тяжкие. Не только переименовал компанию, скорее всего, там были какие-то планы, но они решили их запустить именно сейчас, чтобы вообще снизить свою какую-то опознаваемость, что Facebook Papers это не про нас, мы вообще мета здесь. Но это и второе, это то, что, конечно, они вложились очень сильно пару лет назад во все, что связано с VR и пытаются это отбить. Но здесь, на мой взгляд, не только вот эти краткосрочные цели нужно анализировать. Я лично анализирую то, что в конечном итоге вот это видение, с которого я начал Ваневара Буша, скорее всего, в какой-то момент мы туда придем. и сейчас просто вопрос, вопрос, потому что в конце все развитие коммуникационных технологий идет про сокращение вот этого времени между сигналами. В какой-то момент, на мой взгляд, мы придем к тому, что вот это вот нейроинтерфейсы, они действительно просто произойдут. Пока нейроинтерфейсов нет, компании стремятся соответственно достичь максимально близкого к нейроинтерфейсам, и вот эти вот все эти шлемы громоздкие, они сейчас громоздкие, они вот если в общем этот закон, как его я забыл, буквально М, действуют, скорее всего, они там, можно даже посчитать, когда они перестанут быть громоздкими. Вот. Но здесь, наверное, я завершу, да, потому что мне кажется, вся тема с метавселенной немножко комичная, да, вот, потому что Сокерберг, про него, наверное, многие слышали, какие ходят разговоры, да, то, что один из доводов, который он произносит, это то, что нам не удалось сыграть большую роль в формировании развития этих платформ, и вот сейчас, в общем, Facebook наносит ответный удар. Вот. Но есть, конечно же, в этом и достаточно грустная вещь, и Станислав Ранжин, исследователь университета Твента об этом говорит, что видение метавселенной Цукерберга, оно, на самом деле, пугающее еще, в том числе, с точки зрения данных. Они не говорят о... Раскорабильности? Да. Они все это сваливают, тем более мы знаем, насколько жадные Facebook по отношению, как и любые другие социальные сети в существующей модели, по отношению к нашим данным. Вот. Данных они будут захватывать с помощью метавселенной значительно больше, в разы больше. Это сильно разруширяет рынки. Вот. Но здесь, конечно, то, что вот видение метавселенной Цукерберга неинтероперабельно, вот, и вообще противоречит, например, в той же модели того же Тима Бернарса Ли по поводу подов, который, кстати, как оказалось, уже несколько европейских государств запускает. То есть, концепция, в рамках которой данные принадлежат прежде всего гражданам, да, это их, они сами решают. То есть, у нас есть точно здесь противодействие и достаточно опасный, на мой взгляд, когда вот у нас все сверкающее, загоняющее нас, вот эти вот пресловутые полностью вот эти вот среды, где мы просто не вылезаем из них и живем, ну, в абсолютно симулированной жизни, вот, и все-таки это противопоставляет жизни реальной, где, ну, как бы данные, это просто и виртуальная среда только является какой-то частью нашей реальной жизни, вот, при этом, где мы не имеем значительно больше контроля. Вот, наверное, это я как-то так просуммировал. Спасибо большое. Алексей, спасибо, вообще потрясающая организация по поводу вот этих вот концепций, да, философских, которые тоже стоят за идеей интернета. Я тогда сейчас коротко дам еще слово Александру, если есть что добавить вот по видению, потому что мы, наверное, с Александром примерно из одной эпохи, когда интернет уже был, да, и будет интересно посмотреть, да, вот как для него эта концепция трансформировалась. Она всегда была инструментом или она стала уже сразу средой? Ну, да, только у меня если с автоэтнографической точки зрения подходить, для меня интернет не всегда был, потому что он был где-то рядом, но он был такой дорогой, что это было престижное потребление, да, там какие-то ночные тарифы и всякое такое. И если развивать вот эту идею, что интернет сначала был по карточкам и по талонам, а потом он стал тотальным и сейчас то же самое произойдет с метаверсом, то наверное, ну, мое такое оценочное суждение, что наверное нет, потому что интернет, он очень такой лоскутный и когда мы говорим, что сейчас интернет есть везде, но где везде, там же есть, например, странные интересные практики на Сахалине, например, у нас там коллеги изучали, как на Сахалине устроена сеть WhatsApp, где интернет это WhatsApp, то есть метаверс это то, что существует в WhatsApp, когда люди едут на большую землю, буквально на флешку скачивают интернет и потом через WhatsApp по всем группам раскидывают и примерно такое же по своему характеру интернет на Кубе, где можно купить кусочек интернета на DVD-болванке, там люди приезжают, собирают заказы, что надо, едут на большую землю, скачивают, привозят человеку интернет на диске. С метаверсом это будет еще сильнее, у нас же получается там как раз растут требования к скорости сигнала, отзывчивости, мета, я должен там воплотиться, да, это воплощенный, оттелесненный такой интернет, а у меня там кто-то завис, и все, сразу моментально мой опыт нарушен, как же я буду в этом жить, никак, и поэтому, да, вот эти все идеи Цукерберга о том, как мы сейчас все переместимся в выдумную реальность, можно посмотреть, как начинался интернет даже не в Дарпа и в этой солнечной Калифорнии, как он вот у нас здесь в Советском Союзе начинался, когда закончились репрессии против кибернетиков, и выжившие кибернетики начали аккуратно выползать из-под шкафа, где они прятались от Сталина. В 59-м году состоялось первое, по-моему, заседание кибернетиков и Китов и Аксель Берг, по-моему, читали доклад в 59-м году, где, если посмотреть на доклад, на статью, которую они публиковали по мотивам, там весь интернет есть, там вся бигдата есть, что вот будут датчики, они собирают все, все эти данные проходят разметку, мы все это загружаем куда-то на сервак, потом там все распределяем, вот в Центробанке получают все массивы вычислений, планирование делаем на основе бигдаты. Как, что с этим, вот с этой идеей можно сделать в 59-м году? Ну, ее можно приятно, наверное, в буфете обсудить и потом пойти дальше на счетах там считать. Ну, и счеты можно сейчас в какое-нибудь далекое сельпо заехать где-нибудь в Архангельской области, там наверняка будут, я видел где-то там в районе Соловков. Также и с метаверсом, то есть, наверное, его можно сейчас воссоздать где-то в кампусе Фейсбука, Apple, наверное, подключится, но это останется аттракционом и физической возможности это все воплотить у нас пока скорее всего нету, мы не знаем на каком языке этот метаверс должен создаваться, очень просто сделать интернет вот такой плоский, потому что в интернете у нас есть странички, странички довольно давние изобретения, кодексы, это там поздняя Римская империя, да, уже придумали понятие страница, в этом смысле интернет современный это вообще откат, это откат к свиткам какому-то папирусу цифровому, у нас есть язык, чтобы написать плоский интернет, у нас есть язык, чтобы создать плоскую игру, она, конечно, трехмерной, сейчас там трехмерной модели, но для юзера она плоская, я туда руку засунуть не могу в этот мир, вот, что, как существовать в мире, куда я могу засунуть руку, вот только что даже перчатку специальную, Facebook анонсировал, чтобы руки было засовывать удобнее, ну, конечно, во-первых, всякие срамные есть какие-то идеи на этот счет, это само собой, но за пределами гетто каких-то секс-забав, что там будет, как в этом существовать, непонятно, и главное, непонятно, почему это станет хайповым, почему это станет модным, ведь тренд-то как будто бы идет в обратную сторону, что престижное потребление это digital disengagement, престижный человек, у него нету мобильного телефона, даже если мы посмотрим на нашу страну, мы знаем, что некоторые очень важные люди, они явно с интернетом не часто соприкасаются, можно так догадаться, все вот эти там рассказы про то, что человечек позвонит, какие-то одноразовые мобильные телефоны, ну, то есть всегда престижные привычки спускаются сверху, сначала портреты заказывает себе аристократия, а там хоп, уже и купечество подтягивается, поэтому поэтому тут так много вот этих разнонаправленных векторов, но Грефу по должности положено, он как раз министр всего цифрового, такой цифровой визирь, я про тех, кому можно не пользоваться интернетом, но это же нельзя сказать, что это у нас такой заповедник гоблинов, и мы только пьем березовый спрайт и опасаемся всего цифрового, очевидно, что вот эта глобальная элита, она же тоже не заводит странички в фейсбуке, не делает активы у себя в инсте, потому что это привилегия, ну то есть я если не должен постоянно быть онлайн, нету такого менеджера, который мне скажет, ну и где текст, нету вот то, что сейчас обсуждают в российском IT-комьюнити, когда одна компания замеряла активность юзеров по частоте стрелочек, ну курсор, как часто двигалась у них на рабочем месте, и какие приложения у них были открыты на рабочем столе, это такое фукеанское цифровое ярмо, и тут выходит Цукерберг и говорит, а сейчас ярмо станет тотальным, короче, все про тебя будем знать, и там еще будут мультики, и танцевать можешь, и вот ожившие картины, классно, и при этом мы смотрим на аристократию, чтобы она нам подала какой-то сигнал, это модно или нет, а аристократия там значит тушью пишет на какой-то бумаге хендмейт, мы понимаем, что это вообще непрестижно, ну то есть остается вариант, что в какой-то момент реновация настолько в Москве будет ударно развиваться, что примут норматив не делать окон вовсе в этих зданиях, и если я живу в какой-нибудь подземной 50-этажке или в 100-этажке, там нет окна, или окно выходит на мусоросжигательный завод, и оно вот такое, то тогда, наверное, делать нечего, я надену этот шлем и так и быть подключусь к этому цифровому миру, но вот чтобы это было как раньше, появляется компакт-диск, ура, мы все ставим компакт-диски, появляется телефон, все потеют, напрягаются, наносят эти полтора-тонные аппараты, или даже как было с этим клабхаусом «Упокой Господь его душу», когда все ломанулись и начали там общаться, то, кажется, с VR-ом такого нету, нету хайпа, мне кажется, тут пока, да, это еще лет 40-50, не раньше, и это скорее какая-то страшная история, а не, ну, которой надо сопротивляться, а не такой сияющий путь, на который нам надо всем как-то вырубить. Спасибо. Ну, у меня сегодня гости прям сразу во всех своих высказаниях пытаются охватить весь скоб беседы за весь вечер, мне придется вас потом еще немножко возвращать назад, но меня попросил слово Михаил как раз еще пару комментариев добавить, Михаил, пожалуйста. Да, огромное спасибо, коллеги, я, к сожалению, не слышал, что говорил Алексей Палыч, и всегда, что он говорит для меня что-то новое и интересное, но вот коллеги Алексей и Александр, они просто, ну, здорово, что такие аспекты неожиданно стали затрагивать, это очень правильно, то, что они говорят, я вот не знаю, есть ли здесь представители государственных органов, но хотелось бы, конечно, чтобы такого рода вещи все-таки в первую очередь до них бы доходили, эти мысли. Значит, у меня есть пять очень коротких комментариев к тому, что я услышал, может быть, у кого-то будет потом еще по этим комментариям что высказаться. Значит, во-первых, по поводу того, это еще Илона говорила в начале, интернет как ютилити, это стало, ну, достаточно модной темой, хотя я помню, об этом впервые наговорил Марат Аликович Гуриев, и я его активно поддерживал еще лет 15 назад, а может быть, даже и больше. я помню, что собрали мнение каких-то выдающихся ученых, или, по-моему, лауреатов Немберинской премии, и они, им задали вопрос, какое главное изобретение человечества вы оцениваете за последние 2000 лет, то есть, что было изобретено такого, что поменяло в корне, ну, или наибольшее значение было для развития человеческой цивилизации. Таким был признан теплоуборная, то есть водоснабжение и канализация. Представьте себе, что сейчас 15 миллионов населения Москвы входит в выгребную яму при температуре минус 2, и что, так сказать, потом происходит с тем содержимым этого выгребной ямы. Но мы не помним, кто изобрел канализацию, мы даже не знаем, изобрели ее в Древнем Риме или в Средневековом Лондоне, но, тем не менее, благодаря этому мы живем намного более комфортабельно, ну, скажем, мы в Москве живем намного более комфортабельно, не имеют доступа к этому ютилити. Вот, так сказать, аналогия с интернетом. Слава Богу, мы хотя бы знаем сейчас, кто его делал, и, соответственно, действительно, мы движемся в этом направлении. Это первое. Второе. Значит, про газ вот у нас пошел разговор. Действительно, надо обязательно все-таки при всех прочих, ну, дифферамбах в адрес наших американских коллег говорить и про то, что и у нас в стране, в нашем Великом Советском Союзе были попытки сделать то, что потом действительно не получилось с угасом, но очень были оригинальные идеи, очень оригинальные направления развития именно компьютерных технологий. Единственное, что Сталин не был таким уж ярым противником кибернетики, там были другие люди, которые все это тоже, к сожалению, сильно задерживали, но вот именно к 59-му году вдруг внезапно стало понятно, что как раз по тому, что тогда называли кибернетика, Советский Союз вовсе не был сильно отстающим ни по электронно-учислительным машинам, ни по тому, как что здесь осознать, осознавать в связи с их развитием, но у нас была элементная база, только очень-не очень. Дальше, по поводу военного использования, я не знаю, не слышал, к сожалению, что говорил Алексей Павлович, но очень просто, военное использование интернета, ради чего он, собственно, замышлялся, это гарантированная доставка сообщений с пункта в пункт Б, точка. Вот ничего сверх того, протокол IP не может реально предоставить, но зато он это делает с максимальной эффективностью. И вот прозвучала достаточно правильная вещь по поводу государства и то, что есть определенные негативные моменты, связанные с попытками государственного регулирования. Ужас в том, что с точки зрения связанности сети, с точки зрения как топология строится на самом нижнем уровне протокола передачи информации, попытки государству отрегулировать на неправильном уровне инфраструктуры интернета какие-то правоотношения, вот система на более низких уровнях рассматривает это как вражеское воздействие, ну, скажем, на уничтожение определенного узла обмена трафиком. То есть вот что-то ограничили, соответственно, система реагирует таким образом, что вот это ограничение нужно обойти каким-то другим образом, сбоку, сверху, как-то и так. И, соответственно, в этой связи все, что связано с VPN-ами и с прочими способами обхода, это продолжение логики развития собственно самого интернета. Значит, протокол IP это не гарантированная доставка, говорит Александр Исавнин. Это не так. Доставка сообщения на залп ответно-встречного удара, так сказать, американских ракет, это именно то, о чем интернет и замышлялся. Там, конечно, потеря пакетов была допустима определенным процентом, но этот процент все равно обеспечивал запуск всей стратегической триады США. Поэтому в этом плане это гарантированная доставка. И вот теперь последние два замечания по поводу метавселенной. Это страшно интересная тема с точки зрения правового регулирования, потому что нужно, во-первых, понять, конечно, в каком направлении, на каком уровне это будет развиваться и как правильно это регулировать. я, понимаете, вот когда я это все обо всем услышал, я тоже подумал, что это все детские какие-то фантазии, которые будут реализованы лет через 30-40. Но в то же время, после того, как я глубоко начал в это погружаться, и вот коллеги, которые сейчас выступали, меня в этих мыслях также утвердили. Посмотрим давайте на Илона Маска. Сколько было разговоров про бесплодные фантазии, про то, что это все коммерческий маркетинг и прочее, ничего из этого не получится и так дальше. Сейчас он уже первое место занимает в мире по космическим запускам. Он обогнал и Россию давным-давно, и Китай. И, в общем-то, реально прокладывает путь в космос на совершенно иных, так сказать, коммерческих, технологических принципах, которые могут показаться не совсем эффективными, но зато для него это то, что реально сейчас представляется современный уровень развития космонавтики. Поэтому в данном случае я достаточно оптимистичен в том плане, что многое из того, что Цукерберг обозначил, может быть реализовано в ближайшем же будущем, но это потянет за собой неимоверное количество правовых проблем. Виртуальная собственность, виртуальная реальность, вопросы принадлежности данных. Вот у нас сильно фетишизируется в нашей стране проблема принадлежности персональных данных и так дальше. На самом деле, если задать такой вопрос, а являемся ли мы собственниками наших персональных данных? Можно ли мы, например, считать, что… И, кстати говоря, кто нам дал наше имя, нашу фамилию? Это наша собственность, и ее никто не должен знать, должны ли мы сохранять режим конфиденциальности в отношении определенных идентификаторов, или наоборот. Мы живем в обществе, и поэтому эти идентификаторы должны знать каждый человек, который нас окружает, и он должен знать, как нас зовут, и нечего скрывать, что мое, например, имя Михаил, и так дальше. То есть здесь очень много теоретических вопросов, на которые законодательство, особенно наше, российское ответы не дает, а с учетом виртуальной реальности, а еще точнее, дополненной реальности, да, и вот всех этих аватаров и всего остального, вопрос на теоретическом уровне очень интересный, пока, так сказать, не решенный. То есть будут совершенно новые правила игры, и эти правила игры должны сейчас о них задумываться и у Цукерберга, и в государственных органах, и у юристов-теоретиков. И последнее, это вот то, о чем я уже говорил в начале, здесь очень важно понимать, на каком уровне, на каком слое инфраструктуры мы будем развивать, или, скажем так, начинать регулирование этой метавселенной. Она будет развиваться без нас. Цукерберг это будет делать, мы будем участниками этого процесса, а вот насчет регулирования это отдельная тема. И вот можно ли сейчас представить ситуацию, что если кто-то у кого-то украдет какой-то виртуальный аксессуар, то по традиции Роскомнадзор должен будет заблокировать компанию МТС, которая, значит, предоставила доступ в интернет тому, кто этому злоумышленнику. Совершенно разные уровни управления, уровни инфраструктуры, но по-прежнему законодательство исходит из того, что проще, так сказать, наказать того, у кого есть лицензия, кого проще, так сказать, наказывать, нежели чем предотвратить право нарушения на адекватном уровне такой инфраструктуры. Ну, от полной аналогии известно, что в какой-то момент криминальный элемент очень любили ездить на машинах BMW. Означает ли это, что машина BMW и компания BMW должна быть запрещена как главный перевозчик бандитов? Конечно же нет. Ну, собственно, такого рода соображения и очень большая благодарность коллегам, которые сейчас выступили. Спасибо. Может быть, у гостей есть что добавить или ответить? Ну, я согласен с тем, что нам очень важно не забывать юридическую сторону вопроса, потому что нам и так сейчас уже с попытками перенести старое право в цифровой мир как-то непросто. Когда мы говорим, что, например, незаконное копирование это воровство, мы же уже немножечко отрываемся, потому что вот у меня есть кресло, на котором я сейчас сижу, его какой-нибудь злодей сейчас украдет, когда я отвернусь, я сяду, не смогу сесть, я хлопнусь, я замечу, что у меня, ну, мне нанесен какой-то урон. Но если это мое кресло цифровое, его скопировали, ну, значит, меня ничего не украли, но приходится делать какие-то такие натяжки. вот подробные проработаны вот эти цифровые миры, потому что метаверс все-таки, если вот прям вот туда так чуть-чуть погрузиться, это про визуализацию. Визуализацию очень подробную, и кажется, Цукерберг именно туда к этому подводят, что у нас там будут цифровые вещи, мы ими должны как-то обладать. Ну, как мы все это будем регулировать, совершенно неясно, плюс предполагается, что там еще будет децентрализация через блокчейн, и уже сейчас попытки троллинга коллекционеров NFT-арта, когда люди копируют JPEG, которые вроде бы должны быть искусством, а люди возмущаются, э-э-э, верни обратно, удали свою картинку. Ну, да, тут у нас просто какой-то открытый новый материк, точнее, даже еще не открытый, мы только туда плывем, Цукерберг такой выступает в роли Колумба, мы выступаем в роли тех людей, которые смеялись над Колумбом, ну, посмотрим, куда он в итоге доплывет. Тут еще, конечно, важно помнить, что Колумб с совершенно уверенным выражением лица приплывал в Америку и объявил ее Индии, и, кажется, долгое время настаивал, что это кругом китайцы. Ну, викинги были, да, но тут как раз мы опять вспоминаем советских кибернетиков в 59-м году, они тоже, в общем-то, все уже придумали, но счет на табло, поэтому Колумб может сказать, а в мою честь назвали Колумбию, а ты, Эрик Рыжий, в честь тебя что назвали? Наверное, пап какой-нибудь в Гренландии. Вот, поэтому да, тут важно первые, кто застолбил, и при этом совершенно не важны его интенции, то есть Цукерберг, конечно, указал какой-то путь, но, наверное, там все пойдет по-другому, точно так же, как интернет, это изначально сообщество ученых, и теперь давайте посмотрим немножечко тик-ток сейчас, или вот если у нас была бы у этой зум встреча и свободная политика, мы могли бы подвергнуться риску, что влетит какой-нибудь хулиган, и нам тут начнет непристойности включать на экране, то есть от идеи сообщества лучших ученых и мов произошла определенного рода не то чтобы деградация, диверсификация интересов, может быть с метаверсом будет то же самое, обычно приводят в пример манжурского императора Хун Ли, который заподозрил, что манжуры как-то теряют свои боевые свойства, уже не так любят ходить в походы и предприняв в конце 18 века расширение Цинской империи захватил Монголию, Синьцзян и Тибет, и все только для того, чтобы буквально через какие-то 60 лет манжуры совершенно китаизировались, и теперь все это манжурское царство воспринимается как тысячелетний всегда существовавший Китай. И вот этого манжурского патриота я не очень знаю, как там в Китае дела обстоят сейчас, но, наверное, он вписан там тоже как такой какой-то китайский Петр I, великий завоеватель, хороший император. Так что, да, Цукерберг тоже может сейчас что-то такое развивать и указывать, мы можем это комментировать, но главная проблема, что никто ни черта не понимает, к чему это все придет, все сложно. Спасибо. Я вижу, что Алексей Сидоренко очень много пишет в чате, но чат, к сожалению, будет не виден тем, кто будет смотреть нас в записи, поэтому, если можно, да, вот какие-то свои замечания тоже высказать устно. Да, но я могу их тогда просто прочитать специально для тех, да, во-первых, я начну с конца, мне кажется, еще непонятно, значит, Цукерберг это все-таки Эрик Рыжий или Колумб, да, мы не знаем, где он, все-таки, где разобьется его, или там причалит его лодка, вот, здесь, наверное, я хотел бы поспорить с Михаилом, вот, ну, мне кажется, здесь действительно очень важно, да, что все-таки, как бы, при всем уважении к героическим достижениям советских кибернетиков, вот, здесь, опять же, мы обсуждаем конкретно ту социально-технологическую систему, которую имеем, которую как раз многие тех, кого называют там отцами Рунета, да, фактически они были импортерами, да, вот этого, этой технологии, которая появилась, была, создавалась где-то, где-то за пределами, мне кажется, в этом нет ничего плохого, да, потому что трансфер инноваций, трансфер технологий происходил просто вот с момента вообще появления языка, появления первых инструментов, да, потому что это, как бы, все человечество, постоянно у кого-то что-то копировало, где-то что-то брало, вот, друг у друга, вот, поэтому, мне кажется, здесь абсолютно нерелевантный вопрос, да, того, было ли у нас что-то или нет, но только для какой-то такой исторической гордости, что ли, вот, а второе, мне кажется, что суждение об однозначности заложенных целей, да, вот про эту точку А и точку Б, да, это вот кочует, вот эта вот такая фраза просто постоянно, да, при этом, как я уже показываю, да, есть миллионы источников, которые просто в разный, интернетом, или вообще даже мало кто там интернет называл, да, как бы они закладывали в это совершенно разные цели, мне кажется, так категорично говорить, что вот только одно, но это просто даже источниками не подтверждается, вот, поэтому здесь и, ну, наконец, третье, опять же, мне кажется, мы приходим только к тому, что Аристотель называл ценностным спором, да, мне кажется, это вот как бы есть действительно ваша точка зрения, да, согласно которой, что возможно и, ой, прошу прощения. Ваша точка зрения, согласно которой, значит, нам даже наше имя, собственно, не принадлежит, но можно сказать, ну, а кто имеет исключительно право, да, поменять имя, да, вот только мы сами, только если мы, ну, наверное, за исключением достижения, возраста дееспособности, вот, мне кажется, я придерживаюсь принципиально другой точки зрения, и, как мы знаем, правовая система по умолчанию нормативна, это то, что мы хотим видеть, и, как мы знаем, все-таки во многих странах и странах развитых, да, прежде всего, мы говорим развитые, то есть, о хороших примерах мы говорим, вот, не о просто о каком-то идеальном примере, который якобы натуральный, да, нет никакого натурального, это то, что люди выбирают, да, и вот в тех развитых странах люди выбирают, что человек обладает исключительным правом, да, по отношению к своим данным, мы видим это в законах, это видит GDPR, это видим во многих других, в том числе, европейских инициативах, вот, вот, здесь вот, наверное, это такая была бы линия оппонирования Михаилу, вот, потому что, ну, мне кажется, и прежде всего, можно проверить, как я в прошлый раз тоже говорил, да, проверьте вот этот вот аргумент по поводу своих детей, что бы вы хотели, да, чтобы за ваших детей кто-то принимал, ну, возможно, кроме вас самих, значит, решение, или чтобы они сами могли принимать решение по поводу своих данных, сами могли монетизировать свои данные, принимать решение того, кому, с кем ими делиться и кто их может где пробивать, да, вот это вот, мне кажется, всегда очень хороший такой аргумент на здравый смысл. Спасибо. Спасибо. Я видела, Михаил включился. Ну, я все время, так сказать, включен. Значит, чтобы просто, уж коли началась дискуссия, давайте я тоже отвечу. Значит, единственное, что, Алексей, без обид, но не надо мне приписывать того, чего я не говорил. Если я ставлю проблему, это не означает, что я сразу же даю какой-то ответ на этот вопрос, поэтому это не совсем корректно. Значит, по поводу УГАЗа и вообще, так сказать, советского следа во всем, о чем мы говорим. Не я начал этот разговор, но я его поддержал, потому что, считаю, правильно, в общем-то, такого рода вещи упоминать. И вот почему. Почему, в конечном итоге, УГАЗ не взлетел. Там были две причины. Первая, то, что не хватало элементарно вычислительных мощностей, уровня подготовки, собственно, ЭВМ и так дальше. Это понятная, как бы, проблема, ну, может быть, она была бы решена, все-таки решили же мы другие задачи, я имею в виду, Советский Союз и так дальше. Главная проблема была в другом, что когда эти вопросы докладывались уже при Брежневе, а не при Хрущеве, то на политбюро был задан вопрос, если все это так заработает и будет нормально экономикой руководить, там, и так дальше, то где же, так сказать, руководящая роль партии, чем будет заниматься обком партии. и на этом все закрылось. И вот очень большая, хорошая аналогия, действительно, отцы российского интернета, это импортеры, абсолютно правильно, и честь им хвала, что они это сделали так аккуратно и так, в общем-то, безошибочно, что мы этим пользуемся на таком же прекрасном уровне, как и за рубежом. Это все так. Но я вот постоянно обращаюсь, наверное, все-таки к отсутствующей аудитории в лице государственных органов. Не надо повторять тех ошибок, которые совершили ваши, так сказать, предшественники. И, соответственно, вот яркий пример, почему ничего не получилось, ну, скажем так, с разработкой советского, советского интернета, в кавычках, точно так же ничего не получится и с запрещением интернета реального зарубежного импортированного. Второе. По поводу многогранности цели или однозначности цели. Но я просто ровно в том здании, которое сейчас показывали на картинке, это было давно, общался я с Винтом Серфом общался, и с Стивом Крокером общался, задавал ровно эти вопросы. И они, конечно, подтвердили, что они, когда включались в этот процесс, у них было свое понимание, свои хотелки, и они их добились, понимая при том, при всем, что у военных была другая совершенно частная задача, которую они тоже решили, но благодаря этому они решили свои собственные научные, удовлетворили интересы, сделали то, что получилось, получилось очень-очень неплохо. Так что у кого-то была одна цель, у кого-то другая, но получилось то, что получилось. По поводу имени, последние буквально пару слов, это очень интересный теоретический вопрос, я свою позицию здесь не обозначил, и вообще, вот если конкретно касаться не данных вообще, а имени идентификатора и прочих вопросов, связанных с идентификацией, как в дополненной реальности, так и в реально существующей реальности, это вообще говоря, вопрос не правовой. Тут огромную роль играют другие социальные регуляторы, в первую очередь, традиции и обычаи. Это не право. И, соответственно, действительно правовым способом здесь вопроса не решить. Спасибо. Спасибо. Так, у нас есть еще 40 минут в распоряжении. Я бы хотела немножко сместить фокус дискуссии, мы так немножко ушли в глубины и смотрю в свою шпаргалку плана сегодняшнего разговора, и там есть еще вопрос про целостность интернета. Есть замечательный слоган, который знает Михаил, как бывший сотрудник ICAN, и есть у нас еще один нынешний сотрудник ICAN, что one world, one internet, то есть один мир, один интернет. Мы уже частично упоминали, и Алексей упоминал в своей презентации про вот эти центры, стремительные центробежные силы. Мы упоминали про различный пользовательский опыт, что у нас есть на Сахалине, что у нас есть на Камчатке, что у нас есть на Кубе. Вот интернет, концепция, если она задумывалась как такая идеалистическая, что вот он свяжет всех, у всех будет доступ к информации, доступ к общению. Это вот сегодня так или не совсем так? Ну, конечно, что не совсем так. И вот эти вот новые идеи типа метавселенных, которые подразумевают над собой, ну, как я это вижу, это опять-таки надстройка, еще раз над этим инструментом, которая требует пока, даже в том виде, в котором это рекламируется Цукербергом, да, каких-то дополнительных мощностей, какого-то дополнительного оборудования. И понятно, что в самом начале эта история не будет массовой. Вот это вот дробление, да, на кусочки, оно как-то изменит концепцию интернета или нет? Она останется все же, да, стремиться к тому, чтобы соединить всех? Или мы придем к чему-то совершенно другому? Я вижу, что Алексей Платонов включился, но я его не слышу, потому что выключил микрофон. Вот сейчас слышно? Теперь слышно. А, все, извините, просто у меня сбой произошел. Ну, я буквально два слова хочу сказать. Дело в том, что интернет, это же не какая-то самостоятельная сущность, да. Вот на самом деле сеть интернет, это действительно построено на единых стандартах, и она, в общем-то, едина. Тут никуда не денешься. И пока там кто-то другой не начал какие-то другие сети строить, ну, вот китайцев подозревают сейчас, что они свой этот стандарт новый пытаются пропихнуть для того, чтобы создать какие-то свои сети, которые будут технологически несовместимы, только они будут там через какие-то шлюзы соединяться и так далее. Да, но если смотреть на интернет, как на вот такое информационное пространство, то далее мы должны прекрасно понимать, что интернет – это отражение жизни, ну, отражение общества, экономики, там, чего угодно, да. То есть, как бы в основе-то вот это все лежит. И его единство, оно очень сильно подпитывалось глобализацией, который вот виток глобализации, он как бы прошел, и он сейчас немножко идет на спад. Это спираль, понятное дело. Но в настоящее время, как мы видим, очень сильные такие тенденции к тому, что, ну, скажем, роль государства повышается. Это во всем мире так, да, вы видите, да. Роль, ну, посмотрим даже на Америку, как она у нас там, лидер там, как бы, и там все гораздо раньше и сильнее, ну, как индикатор, скорее, да. Вот Трамп, многие говорят, что это вот типа, ну, там, придурок, там, случайно пришел к власти, вот, вот сейчас вот его выгнали, и все будет хорошо. Да ни хрена, как мы видим, не меняется. Все те же самые столкновения с Китаем, там, и все прочее. Дело в том, что здесь есть глубинный конфликт. Это конфликт между глобалистами, между транснациональными корпорациями и, значит, соответственно, национальными всякими этими самыми компаниями, да. И вот эта вся история приводит к тому, что мир сейчас немножко фрагментируется, да. То есть опять, опять вот эти, Европа там как-то колышется, значит, какие-то конфликты все время происходят. Это вот как раз показатель того, что мы имеем спад глобализации и, наоборот, усиление региональных тенденций. И в этой ситуации, ну, нет другого выхода. Интернет будет фрагментироваться в каком-то виде. То есть будут стоять там, ставить какие-то шлюзы, там будут что-то фильтровать там и все прочее. Это вот никуда не денешься. А потом будет другой виток, когда опять глобализация будет усиливаться. И вот, конечно, вот если речь идет о метавселенной, она действительно подразумевает единство. Но вот здесь, на самом деле, понимаете, не сколько единства между государствами, сколько единства между компаниями, которые должны делать стыки между собой, чтобы в этом виртуальном пространстве можно было перемещаться между разными системами. В этом же смысл идеи Цукерберга. Не создать виртуальный мир на базе Фейсбука, а создать мир, в котором все вот эти куски, они, значит, разные, игровые там какие-то еще там, они все между собой соединяются на основе единых стандартов. В этом проблема. Как раз сделать так. Потому что вот создать такой единый мир из конкурирующих компаний – это крайне сложно. А на государственном уровне всякие вот эти истории с фильтрованием и все прочее, они будут продолжаться. Никуда мы от этого не денемся. И здесь единственное, вот еще буквально одно замечание. Я хочу сказать, что порочной является история, когда государство начинает регулировать технологическую часть интернета. Это абсолютно порочная вещь. Запрещение VPN-ов, допустим, или запрет DNS, HTTP, еще чего-то. Вот это полный бред. И это, конечно, борьба с ветеринными мельницами. Тут победить невозможно. Интернет все равно сманеврирует, и все это дело обойдет. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо. Алексей, Александр, есть что добавить? Если это Алексей один или это… Алексей Сидоренко. Да, Алексей Сидоренко. Хорошо. Но мне кажется, я здесь согласен с тем, что Алексей номер один сказал. И мне кажется, действительно, в целом разочарование в глобализации очень сильно бьет по единству интернета. И при этом это не только в плоскости нарастания влияния национальных государств. Но это, мне кажется, еще и на самом Западе, где разочарование связано прежде всего на фоне просто климатической катастрофы, с которой мы сталкиваемся. Я бы здесь немножко в эту сторону потянул бы, поставил бы просто развитие интернета в более широкую плоскость. Потому что на самом деле, если перед нами вот только что закончился этот климатический саммит в Глазго, где вот тут на самом деле вопрос, который мы можем себе задать, помогает ли интернет сократить эмиссии? Потому что это абсолютно глобальная проблема. На мой взгляд, помогает. Вот мы сидим, здесь никто не летает уже два года, и мы там летаем по минимуму. Прежде всего потому, что интернет нам позволяет работать из дома удаленно и встречаться. Да, раньше мы должны были там в общем ездить немеряно куда. И на мой взгляд, в этом есть очень большой плюс, который нас будет постоянно интернет спасать. В том, что вот как раз, в том, что интернет и связность, всеобщая связность, глобальная связность, она важна просто для нас в выживании как планетарного общества. Вот, на мой взгляд, здесь я бы вот так вот пошел бы, ну, разумеется, Андрей, я согласен, что не только в этом, но просто если посмотреть, что когда есть разочарование в глобальном капитализме, когда есть разочарование в глобальных каких-нибудь структурах управления вообще планетарного, то есть просто всегда забота о собственной шкуре. Вот. И вот в этом это как раз ровно то, что может, на мой взгляд, интернет от полного распада спасти, если вот смотреть так широко. Это вот мой такой тезис. Спасибо. Михаил, Александр. Ну, мне остается только продублировать коллег и сказать, что, ну, да, когда государство берется что-то ограничивать, потому что оно опасно или аморально, то ничего не происходит. Тот же самый Китай, опять раз мы его сегодня обсуждаем, можно вспомнить с желанием закрыться, чтобы там всякое вот это опасное в страну не попадало. Или как император Максимилиан Габсбург очень не любил пистолеты, потому что это, во-первых, нечестно, что какой-то шалопай может застрелить благородного господина, постоянно, значит, строчу указы о запрете. И к чему это привело? Это ни к чему не привело. Там его уже внуки стали заказывать себе совершенно роскошные, такие превосходные. Верту-стайл-пистолеты. Наверное, то же самое будет с любой новацией в интернете. Мы захотим сделать какое-то огораживание, развивать самолепный такой домотканный интернет, ну, значит, у нас тут все законсервируется, деградирует, и там через 20 лет, ну, все ускоряется. Наверное, через 7 лет мы будем вынуждены импортировать и опять поднимать какой-нибудь Golden Telecom, прокладывать там эту линию связи между ВНИИМАСом этим и Институтом системного анализа точно куда-нибудь кабель тянуть. Только теперь уже метаверсовый такой, оптоволоконный. Поэтому тут опять остается в пандан сказать, что да, где же представители государства, мы бы сейчас сказали, что ничего не надо запрещать. Ну, наверное, в таких сложных системах там какая-то своя логика. Может быть, манчжурская администрация в Китае тоже не хотела закрываться, но как-то оно само. Первую мировую войну тоже как будто бы никто не хотел затевать, она как-то сама случилась. Может быть, отключение и попытка приостановить вот эту поступь Цукерберга Рыжего ни к чему не приведет. Андрей хотел что-то сказать, но давайте я буквально пару слов скажу перед этим. Во-первых, Александр все-таки не ВНИИМАС, а ВНИИИПАС. Точно, да. У меня такая же проблема, как у Алексея с интероперабильностью. А во-вторых, конечно, вот как раз Первую мировую войну, к сожалению, очень хотели. И то, что она разразилась, привело к катастрофическим последствиям вообще для всего XX века. Ну, это как бы бокс с ним. Значит, я категорически поддерживаю обоих Алексеев, поддерживаю вас, Александр. Я лишь хотел вот какой аспект еще раз подсветить, как говорится, подчеркнуть. Вот если метавселенная по Цукербергу все-таки будет создаваться, очередным образом будет создаваться все необходимое для того, чтобы обеспечить работоспособность этого как действительно единого многослойного такого инфраструктурного элемента. И на физическом уровне это может быть решено созвездием низкоорбитальных спутников и продолжением строительства оптоволоконных линий по всему миру. На сетевом уровне это будут попытки стабилизировать существующую систему, либо ее изменить для обеспечения ее еще большей стабильности каким-то другим образом. Но приложение мы как раз получим от Цукерберга. Ну, а информация, которая будет циркулировать, опять-таки, это она должна быть единая по умолчанию, чтобы аватары, так сказать, видели друг друга, а не что-то другое. И получается, что попытки что-то ограничить, что-то запретить, вот во все этом, они же перейдут к самоизоляции тех, кто пытается это ограничить, с которыми просто добровольно не будут иметь доступа к этому всему, что будет создано. Ну, а низколеты сбивать, я думаю, просто будет слишком дорого. Потому что, чтобы сбить дешевый спутник, которых будет десятки тысяч на орбитах, нужно будет на каждый спутник по одной ракете, которая будет стоить на два, на три порядка дороже, чем сам спутник. Посмотрим. Андрей. Коллеги, я очень коротко хотел просто сказать по поводу соотношения между центробежными и центростремительными тенденциями в сети. И на сегодняшний день, как мне кажется, сеть приобрела такую внутреннюю, неотъемлемую для нее сложность, что ее вполне можно рассматривать как живой организм. Мы даже не всегда можем отделить какие-то происходящие внутри сети процессы для того, чтобы выстроить какой-то однозначный анализ тенденций. Поэтому мне кажется, что все время сеть будет развиваться эволюционным способом, как эволюционируют организмы, и постоянно это будет находиться в каком-то равновесии, адекватном состоянии общества того или иного. И, в общем, надо заботиться скорее не о глобальности сети, а о состоянии каждого конкретного общества так, чтобы ему было выгодно и с точки зрения развития, и с точки зрения человеческого потенциала быть глобальным, а не замыкаться где-то в своих каких-то узких рамках. Спасибо. Спасибо. Есть ли ответ на ответ у гостей? Есть ли еще желание высказаться? Я думаю, что мы достигли судьбоносного консенсуса, как Михаил Сергеевич говорил. Ну все, да, категорически друг с другом согласны. Тогда у меня на последние 20 минут есть такой заключительный вопрос. Скорее даже просьба пофантазировать. Мы говорили, что есть история концепции такая, вот сегодня мы уже в такой реальности. Вот есть Цукерберг, который как Колумб указывает нам на метавселенную, про которую мы еще ничего не знаем толком, это только наши догадки. Но вот вы сами про какое бы развитие дальнейшее интернета могли бы пофантазировать? Для вас, как для пользователя, да? Хотя бы на этом уровне попробуем. Даже не знаю, с кого начать. Давайте, наверное, с Алексея Платонова. Есть вам на месте еще. Я здесь, да. Ну, вы знаете, я уже такой древний, что мне трудно фантазировать. Я считаю, что вот то, что говорит Цукерберг, ну, наверное, это правильно. Потому что понятное дело, что должно быть дальнейшее продвижение, которое позволит человеку, ну, скажем так, находиться в интернете наиболее естественным способом, да? Потому что, ну, считается, что вот по клавиатуре там лупить, там, значит, смотреть в этот экран, значит, портить глаза – это вот очень вредно. Есть такая вот теория, которая, значит, подводит фундамент под то, что он говорит. То есть неважно, Цукерберг, не Цукерберг, просто погружение человека, значит, в интернет, оно будет происходить, конечно же. Это некий прогресс. Значит, сначала мы просто писали письма в интернете, потом начали картинки пересылать, потом, значит, появились там движущие картинки, игры. Следующий этап, конечно же, некая трехмерия. Там, да, вот трехмерия, который позволит там как-то более, значит, качественно все это использовать. Вот. Другое дело, что я вот, я говорю, дальше я фантазировать просто не хочу, у меня нет каких-то альтернативных вариантов. Просто здесь я хочу высказать некое такое опасение, поскольку человек пожилого возраста, он всегда что-то так вот, ему что-то не нравится, он ретроград. Ему хочется, чтобы было вот как вот в молодости, когда девки моложе были, и вообще там ноги лучше двигались. Вот. На самом деле в чем тут опасность? Опасность в том, что человек, он ведь растворивается, ну, сложно. И если он будет одновременно участвовать и в реале, и в виртуале, и проводить и там, и там время сопоставимое, то вот эту границу некую, и очень будет сложно соблюдать. И поэтому я думаю, что велика опасность перехода человека, ну, почти полностью в виртуал. Вот. Ну, там подключит к себе какие-нибудь там, в вену воткнет, там питательный раствор ему будет туда. Короче, мы можем прийти к матрице, понимаете? Только матрицу не такую, что злодей какой-то там это все устраивает. А человек добровольно просто вот запирается там куда-то и в какой-то бокс. И там ему, у него жизнеобеспечение, там то-се, вентиляция, и сидит в этом вот виртуале всю жизнь. Вот в чем. Это я утрирую, конечно, вы понимаете, да, что это некое утрирование. Но, в принципе, такая опасность есть. И она имеет некое биологическое обоснование. Дело в том, что никто как-то не застряет внимание на том, что мозг, он вообще-то эволюционирует отдельно от тела. То есть они эволюционируют параллельно. И вот создание такого удобного, прекрасного виртуального пространства, оно может именно привести к тому, что мозгу все остальное-то особо не нужно будет. Ну, то есть вы помните эту историю про крысу, которая нажимала рычаг, возбуждая в голове центр удовольствия до тех пор, пока она не помирала от истощения. Вот. Ну, вот как-то так. То есть, значит, еще раз резюмирую. Я считаю, что вот то, что говорит Цукерберг, это, конечно, правильно. Другое дело, какая перспектива? 30, 40, там не знаю, сколько лет. Вот. Но вот опасность такая, она при этом возникает, и непонятно, что с этим делать вообще-то. Так, фантазии о страхах. Хорошо. Ну, а как же? Я же сказал, что я же обязан просто предупреждать. О чем-то? Я вот мечтаю о том, чтобы запахи и вкусы передавались. Вот тогда уж точно уйдет в интернет человек полностью, да. Тогда и есть даже не надо будет. Есть не надо будет. Не, ну там, я говорю, что-нибудь в Вену ввести, там какой-нибудь физраствор питательный. И все. Так, теперь идеи и фантазии Алексея Сидоренко по поводу будущего интернета. Мне кажется, что здесь действительно мы, скорее, у нас должен быть кружок любителей научной фантастики. Вот. И здесь, потому что я, как вы видели, приводил здесь примеры как минимум трех, да. И у всех трех действительно наиболее влиятельных авторов киберпанка, да, вот в том числе вот этому первому игроку приготовиться, это про это кино, я думаю, видели вы все. И вот там действительно это мы видим абсолютно унылую картину, когда вот это вот даже не рабочий класс, а вот, ну просто, скажем так, люди, которые зарабатывают исключительно веб-услугами на просто каких-то совершенно нечеловеческих контрактах, да, просто выполняя какие-то действия, набирая трафик, ну, собственно, как раз этому, это вот по-настоящему такая антиутопия. Да, вот мне, чем не нравится метаверс, это то, что это реально очень антиутопичная такая вещь. Но вот здесь вот хочется сказать, что как бы научная фантастика не только дала нам жанр киберпанк, но дала нам в том числе ту же Дюну, которую, я надеюсь, тоже вы видели. И почему там, например, они в Дюне, никто не пользуется вот этими умными машинами, и как они их называют, потому что 15 тысяч лет до событий, происходящих на Аракете, произошло восстание думающих машин, которое человечество еле-еле, в общем, пережило. Да, и как раз весь пафос произведения Херберта в том, что, в общем, как раз на том витке, который запечатлен в Дюне, человечество как раз сознательно отказалось от определенных направлений развития человечества, так же, как, например, человечество отказалось от Евгеники. И вот в целом это как раз линия мысли, которую, например, продвигает целая группа, как раз когда мы говорим сейчас, по всей планете проходит огромное количество совещаний, конференций по поводу этики в искусственном интеллекте. Вот, и мне кажется, что странно, что нету подобных совещаний на тему того, как и по поводу этики в контексте, ну, скажем так, нашего представительства в виртуальной среде, потому что, по сути дела, речь идет, вот как правильно Алексей сказал, о нашем человеческом существе. И вот будем ли мы все-таки придатками каких-то там проводов, сократившись в конечном итоге даже не до мозга, потому что в конечном итоге мы тоже знаем, что расшифровка, значит, наших нейронных связей это тоже какой-то финальный процесс. В какой-то момент мы все-таки придем полностью создав, ну, по крайней мере, гипотеза есть такая, что мы в какой-то момент полностью сможем воссоздать это. И здесь у нас еще один киберпанк-сюжет, это измененный углерод, когда мы просто перезагружаем наше сознание из одного, в общем, хранилища в другое. Поэтому, на мой взгляд, здесь, говоря о фантазиях, хотелось бы все-таки, чтобы мы думали о настоящем, об атомах, но не всегда о битах. И, наверное, я заключу свое выступление здесь. Это и прежде всего, что, думая о битах, мы бы не забывали об атомах. Спасибо. Но пока тоже про страхи, да, и про какие-то негативные сценарии. Александр, может, у вас будет какая-нибудь более оптимистичная фантазия по поводу будущего интернета? А я как раз хотел сказать, да, да, классно, давайте больше мрачности, потому что я поддерживаю. Верните представителей государства, пускай все-таки запрещает. Мы передумали, давайте это остановим. Потому что если так вот анализировать какие-то тенденции, немножечко в тему погружаться, то аналогия со слегом и Стругацкими, она неминуема. Но это же реально туда, к этому идет. У Стругацких же как раз была описана не матрица, потому что матрица в Ачовске это такая голливудская картина про героя, про вызов какой-то системе, одиночка там все разрушает. А, соответственно, в хищных вещах века это просто бытовое устройство, которое ничего с человеком не делает, ему просто очень приятненько. И когда он отключается, сеанс прекращается, то он депрессивный. Сейчас много депрессивных людей, и там депрессия стремительно медикализируется. Сейчас фраза, когда ты запишешься на терапию или там собираем деньги на психотерапевта мне, это как бы small talk такой. Грустным быть нехорошо. Но не каждый может, наверное, себе позволить психотерапевта, наверное, апперклассу, и не надо к нему ходить. А что остается вот этому прекариату? Но только надевать шлем и сидеть в тепленькой ванной. К тому же, что огромное количество профессий действительно переходит... Огромное количество профессий отмирает, другие профессии создаются, и они вот именно такие. Профессия хомяка в колесе. Вот есть игры на блокчейне с криптоигры, и огромные табуны филиппинцев сидят, ничего больше не делают, а там добывают каких-то криптокотиков или цифровых этих обезьянок и перепродают их каким-то коллекционерам с той же самой Калифорнии. Если я сижу все время запертый на самоизоляции с этими с вами нарисованными котами, я, конечно же, с радостью надену на себя шлем, включу себе все эти электроды. То есть, по сути, вот по поводу подключения датчика вкусов и запахов, тут остается вопрос, что, видите, у нас люди боятся уколов и делать прививку, как герои мультика про бегемотика, который там не хотел тоже себе делать укол. А вы предлагаете людям, видимо, в нос запихивать какие-то электроды для передачи вкуса. Но как только инженеры решат эту проблему, у нас никаких не останется ворот, никаких не останется преград перед погружением в матрицу. Ну, то есть, если ее не толковать буквально, то матрица – это что? За окном эпидемия, которых явно будет потом еще много, раз мы можем ковид воспринимать как тренировку. За окном у меня окраины Реутова, я вижу 50-этажку в 5 метрах от себя, и я завариваю какой-то доширак, соевый, безвкусный, и чтобы получить какие-то эмоции, я подключаю там себе все эти датчики вкуса, запаха, как вы мечтаете. Вы мечтаете, Илона, об опасных вообще вещах? Собственно, Стругацкие так и назвали хищные вещи. Ну, то есть, сейчас погружение невозможно, потому что нужны инвазивные способы, то есть, нужна какая-то операция, нужны какие-то чипы вводить. Слово чипирование сейчас абсолютно проклято, поэтому мы как бы еще пока в безопасности. Но как только будет создан какой-то датчик, который надо просто цеплять себе на палец или пшикать себе в нос каким-нибудь нафтезином, или что-то такое очень простенькое, клипсу к уху подключать, а мы все пропали. Ну, скажу свою защиту по поводу запаха вкусов. Как всегда, да, весь дьявол кроется в деталях и в последствиях, потому что думаешь всегда о чем-то полезном, да, когда там пытаешься купить духи через интернет, тебе их надо понюхать, а ты не можешь. Вот, а потом это все превращается в то, что вы обрисовали. Я уже не надеюсь на позитивную фантазию, но все-таки, Михаил, может быть, вы ее нам обрисуете. Как ни странно, я воздержусь от каких-либо прогнозов. И вот по какой причине. Во-первых, много лет назад уже упоминавшийся Марат Аликович Гуриев, другие люди, которые, ну, реально, вот основатели нашего российского интернета, они говорили, что вот как только количество пользователей в интернете в России достигнет 10% пользователей интернета, вот вы увидите, как все радикально поменяется. Все радикально поменяется, главное, чтобы хотя бы 10% были в интернете. Мы даже не заметили, когда это произошло, но сейчас процентов 90, наверное, в интернете, а с QR-кодами и прочими вещами скоро будет все 100. Но, конечно, наша жизнь в значительной степени поменялась, именно благодаря интернету. Но 10% – это как бы просто такой воображаемый горизонт, который, в общем-то, ничего реально не сыграл, и никто не мог предсказать, что же произойдет с интернетом через 20 лет. Я хочу, Илон, обратиться опять к тому, о чем вы говорили в начале, насчет ютилити. Когда строили первые, извиняюсь, канализационные, так сказать, сети, никто особо не задумывался, во что это может вылиться. Там были совершенно прикладные задачи – спастись там от болезней эпидемических. Ну, гигиена-то улучшила, но это заповлекло с собой огромное количество других вещей. Стали перестраиваться города, появилась урбанистика, появилось городское планирование, появилось понятие комфорта, появилась необходимость разного рода материаловедения, чтобы делать какие-то новые вещи из новых материалов, которых раньше не было. Но и сейчас мы также понимаем, что огромным является стимулом развития экономики строительной отрасли. Вроде бы население у нас постоянно падает, строительство все время продолжается, и, в общем-то, это неплохо. А с чего строительство начинается? Строительство инфраструктуры, разводки сетей, сетей, так сказать, именно канализационных, водопроводных, электрических. Так вот, интернет, опять-таки, начиная с того интернета, который появился в 60-х годах, он представляет собой фундамент для каких-то вещей, которые мы себе даже пока еще не представляем. О каких-то вещах вот сейчас коллеги рассказали, рассказали в негативном, как бы, таком тоне, но, так сказать, о линии доставки тех же самых стругацких. Насколько бы это упростило жизнь и изменило бы нашу жизнь, если бы у нас в каждом доме, в каждой квартире стояла бы эта линия доставки, основанная, ну, на каких-то вопросах, связанных именно на основе текущего интернета. Поэтому я не могу сейчас сказать, насколько все будет хорошо, но я сто процентов уверен, что плохо не будет. И, соответственно, интернет будущего будет включать в себя значительной степени то, о чем сейчас Сукерберг говорит, как метавселенная. Он будет в себя включать что-то другое, о чем мы пока не знаем. Так же, как 20 лет назад мы не представляли себе, что такое Facebook, что такое общение в чатах. Чаты, так сказать, ну, было CQ, которое сейчас уже никто не помнит. Насколько все ушло вперед. Поэтому давайте сохранять тот интернет, который есть сейчас, бережно к нему относиться, и я уверен, что все будет очень хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok